И снова я желаю вам доброго утра в студии самой ранней программы на телеканале Кубань 24. У нас вторник на календаре, 7 февраля. Меня зовут Ольга Антошина. И я не перестаю радоваться тому, какие талантливые люди к нам приходят. И более того, они еще и делятся очень полезными рецептами с нами и с вами. Думаю, что не раз вы уже видели подобное интервью. Сегодня еще один такой случай. Я рада представить Елену Кончакову, дизайнера. Лен, доброе утро. Доброе утро. Очень рада тебя видеть, зная, что ты нам сейчас расскажешь и поведаешь о том, как вот такую красоту изготовить. Думаю, что все девушки сейчас прильнули к экранам, потому что думаю, что все хотят в своих шкатулках вот такие вот серьги увидеть. Как они называются для начала? Называются они серьги-кисточки. Сделаны они из вискозных ниток, ну и плюс фурнитура. Эн, с твоего позволения, я вот не могу не взять в руки, потому что красота, конечно, неописуемая. Они очень яркие, мне кажется, подойдут к очень, ну, как бы к разной одежде. Давай уже попробуем их начать изготавливать. Я буду твоим учеником пока расскажешь, что нужно делать. Давайте. Для этого нам понадобятся вискозные нитки, кусочек картона, ниточка с иголкой, обычная нитка хлопковая, колпачки. Вот такие. Вот такая фурнитура. То есть такие элементы... Да. В принципе, найти в магазинах для творчества в Краснодаре не составляет труда. Нет, сейчас очень много всяких разных швейных магазинов, магазинов для творчества, и, собственно, можно купить это все в интернете. То есть главное желание, фантазия и хотя бы немного свободного времени. Вот. Но тут, конечно же... Лен, не могу удержаться, пока ты подготавливаешь наши все элементы. Я вот все-таки покажу телезрителям, какую красоту ты нам сегодня сюда принесешь. Кстати, да, они еще и на ощупь очень приятные. Такие прям... Скажи, пожалуйста, вот длина тоже ведь может как-то варьироваться, да? Ну, да. Многие подбирают... Вот у кого шея покороче, подлиннее, то есть она визуально удлиняет кисточку длины. Поэтому многие выбирают подлиннее себе. Знаешь, у нас сегодня прям такая вот девичья программа, получается. До этого мы говорили о том, как правильно сконструировать, собственно, лицо, да? А теперь мы еще научим, как правильно удлинить шею с помощью таких красивых сережек. Да. Вот для этого нам необходимо на картон намотать нитей. Это зависит от толщины сережки. То есть чем больше и шире сережка, обильнее, тем нам надо больше обматываний сделать. Примерно 500 раз для толстой сережки, то есть, например, для таких или таких. И если нам понадобится вот такая кисточка, как сегодня мы будем делать, то есть вот такая, примерно достаточно 300 раз обмотать. Я тебе могу сказать, что ты еще и терпение развиваешь. Потому что 500 раз обмотать ниткой так. Ну, мы примерно уже, я на глаз делаю. Катя, а можно я тебе помогу? Потому что я как раз пыталась дома придумать, что же меня будет успокаивать и вырабатывать у меня какую-то усидчивость. Мне кажется, я нашла свой вариант. Так. Ну, не знаю, успею ли я 500 раз, но... Нет, 300. За время пока длится наше интервью, попробую. Это так кажется, что долго на самом деле это 5 минут. Скажи, Паша, нужно распределять по длине все картонки или же необязательно? Как посоветишь? Нет, нет, их надо вот так вот. Все-таки ближе. Так, поправляй меня, потому что, видишь, такой у тебя нерадивый пока достался ученик. Так. Я тебя поняла. И на одной ширине их наматывать надо. Ну, я тогда приготовлю саму сережку, как будем делать, а потом продолжим. Вот, когда у нас получится такая кисточка, она будет выглядеть вот так. То есть мы, скорее всего, потом будем ее надрезать каким-то образом. Да, я потом покажу, как это все продолжить. Нам понадобятся кусачки. То есть мы вот так вот берем, откусываем кусочек пина. Так. И нанизываем сюда колпачок. А закрепляем мы его каким образом? А, я тебя поняла. То есть у нас он через отверстие проникает, и мы потом его загибаем таким образом, да? Скажи мне, пожалуйста, вот на самом деле я когда, не знаю, там, выбираю то, что мне надеть с утра, для меня всегда какая-то дилемма начинается, как правильно сочетать цвета. Вот, допустим, красное платье с синими сережками может сочетаться, на твой взгляд? Да, конечно. Сереги-кисточки можно носить абсолютно с любой одеждой. Главное правильно подобрать и не бояться экспериментировать. Так же, как если вы хотите одеть синие сережки с красным платьем, то к ним достаточно будет подобрать либо синие лодочки, туфельки, либо синюю сумочку. Будет очень гармонично сочетаться. Так, Лен, то есть, ну вот, я старалась, признаюсь честно. Скажи мне, пожалуйста. Я вам покажу, вот, когда вот получилась такая кисточка, ее вот нанизываем сюда и закрепляем. Скажи мне, пожалуйста, они, ну, в руке, на самом деле, когда берешь еще раз, я возьму какой-либо сережек, ну, допустим, какой-то с крупным, с крупной фурнитурой, они, ну, я не назову их тяжелыми, но все-таки они, конечно же, обладают определенным весом, но больше, чем наши обычные серьги, да? Их достаточно сложно носить на ушах или же, в принципе, то, что называется привычка? Привыкаешь, да, не ощущаешь, если вы их долго носите, но я не советовала бы носить такие долго сережки. И каждый день, допустим. Да, ну, в принципе, такие серьги не будешь повседневно носить. Повседневно подойдут только маленькие, аккуратненькие какие-нибудь, а более уже для торжественного вечера, тогда уже подходят более обильные сережки. Скажи, пожалуйста, если мы попробуем уже разрезать вот эти нити, может быть, они не получатся такими годненькими? Да, да, давайте я вот покажу дальше, как сделать. Вы можете, ну, вот эту кисточку попробовать сделать, раз вы хотите. Давай, с удовольствием. Это я отдаю тебе. Вот, а я покажу, как дальше сделать. Мы берем иголку с ниткой, вот так продеваем. Так. То есть мы сейчас должны, получается, как будто бы завязать и зафиксировать, да, то, что мы обмотали вокруг картонки нашей. Угу. Так. Помочь? Подержать. Так. Скажи, пожалуйста, ну, здесь мы немножко скованы временем эфира, да, но вот в целом на изготовление одной пары сережек примерно сколько у тебя занимает, уходит времени? Ну, часа полтора. То есть, на самом деле, очень такой быстрый процесс, но при этом результат очень хороший получается. Да, да. Так, то есть, как вы подсказываете, режиссер программы, можно с утра уже подумать о том, в чем-то вечером. Да, да, да. Вот так вот обрезаем. Производим ресторан или кафе, да? Так. Разрезаем так пополам. Вот она, наша кисточка уже. И кисточка практически готова. После того, когда она, ну, вот мы ее разрезали, она, конечно, у нас выглядит некрасиво. Но ее достаточно подержать над кипятком, над паром так, и она потом становится ровненькая. Именно кипяток должен быть, да? Да, именно. Иначе, чтобы, конечно, не обжечься. Ну, у нас здесь кипятка вот... Пока мы общались с Еленой слегка, у нас кипяток подостыл. Да, уже остыл. Вот, мы ее потом берем вот так вот перематываем. И мы получим... Лен, ну, я думаю, что мы уже поняли, как мы делаем саму кисточку, как мы ее потом нанизываем на наши, собственно, остальные элементы, для того, чтобы получилась вот такая вот у нас в конце красота. Лен, спасибо тебе огромное. На самом деле, очень-то очень полезные ты нам сейчас рассказала такие... Ну, я всегда называю это рецептами, несмотря на то, что вроде говорим не о курице, но думаю, что девочки нас поймут. Спасибо тебе огромное. И будем рады видеть вновь. Но я напоминаю, что все интервью с нашими гостями смотрите на сайте kuban24.tv, а также не забывайте о том, что мы ждем ваши рассказы о том, как вы можете что-то интересное изготовить своими руками. Для этого почту вы видите внизу экрана. Это почта нашей программы. Утро. Кубани. Собака. НТК. ТВ. 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 Обязательно расскажите о себе, а мы расскажем о вас всей Кубани.